Есть категории, которые перечислили. Раб, слуга, сын, ну или дочь. Ребенок. Ребенок. Есть понятие такое на латыни, как инфант. Это, в принципе, синонимичное понятие. Отсюда рождается инфантиизм. Инфант. Инфант это ребенок. Инфантильный человек это который... Ребячество есть, по-русски говоря. Понимаете? Ребячество. Детский сад, что оно на лямках. Вот сегодня звучала прекрасная иллюстрация. Игорь делился с нами этой иллюстрацией про детскую комнату. Потом мы с ним еще ее обсудили немного. Так расставили. Я всегда расставил точки кое-какие. Действительно, многие люди играют в Бога. Можно играть в церковь. В церкви можно играть в служение. Можно заиграться. Забыться. Как дети. Вышли, заигрались и забылись. И на самом деле, для детей, то, что происходит, это является реальностью. Реальностью является. В эту реальность ребенок погружен полностью. Нечастично. Когда Иисус говорит, будьте как дети, это не значит, что Он призывает одеть на себя короткие штанишки. И всем, так скажем, лопотать или забыть вообще, чему Вас учили в течение 20 лет свои навыки и способности. И речь идет о погруженности определенной. То есть ребенок погружается в свое действие. Для него мировоззрение, оно более мистично и сверхъестественно, чем для взрослого человека. Ребенок воспринимает духовную реальность совсем иначе. Поэтому он так часто испытывает страх. Дети боятся. Чаще, чем взрослые. Потому что для них все то, что они слышат, все то, что они видят, это все реально. Это все реально. То есть реальность Бога, по сути, для в таком состоянии гораздо более ближе. Понимаете? То есть на самом деле, так, вот ранее, с Игорем тоже общались в течение этого времени, ранее, так его я вывод сделал, с того, что мы говорили, допустим, взятие средневековья, для людей вообще нет было понятия естественного и сверхъестественного. Это потом появилось уже понятие сверхъестественного, когда появилась эпоха просвещения и позитивизма с эмпирическим методом. То есть я понимаю только то, что, я принимаю только то, что понимаю, скажет Лев Николаевич Солстой. То, что я не понимаю, я не принимаю. А как я могу понять? Понять я могу через обменный чувств. Я могу потрогать, увидеть, услышать, и тогда это будет реальностью. Все остальное это фантазии Фарятева. Понимаете? Все это может быть ваша просто выдумка, а может быть предсумасшедшего. Сумасшедшего. Как бы сумасшедшего. Ну, сума... Как сказать, судьбов. Сумасшедшего. А вот. А люди раньше верили, что все это по-настоящему. Ну, для них это все было естественно. Просто естество имело разные характеристики. Есть естество материи, есть естество духа. Но это по-настоящему. Отсюда такая тяга и к колдовству, к огультизму, но вместе с этим и к Богу. Поэтому, если вы сталкер смотрели, там такая фраза прозвучит. Вот раньше было время. В каждой церкви Бог. А потом Ницше скажет свою фразу. Бога нет, и вы его убили. Это конец 19 века. Нет Бога. Нигде. Ни в мыслях, ни в сердце, ни в церквях, ни в семьях. Нет. Его сами люди уничтожили. Внутри себя. Так вот, возвращаясь к детям. Дети переживают реальность совершенно иначе. Совершенно иначе. Они погружены в то, что происходит. Для них это является чем-то физическим. Чем-то сказочным. Чем у них, ну, если так можно выразиться, у них мышление мифологичное. В таком состоянии человек проходил по этапам своего развития. Ну, на каком-то этапе это нормально. Нормально, когда ты как ребенок где-то и ведешь себя, и доверяешь, и, ну, там, доверяешь, и едешь. Но христианство подразумевает под собою развитие. Развитие. У нас с вами название конференции преобразующая силы Евангелия. То есть преобразование подразумевает под собою изменение. Изменение. Действительно классно, когда проповедуется, что ты сын или дочь Бога. И в Библии будет написано о том, что мы проходим через возрождение. Мы приобретаем откровение о Боге, как об отце. Мы воспринимаем уже себя совершенно другими людьми. И мы живем уже новой жизнью, какой вечной. Это все проговорено в Новом Завете. Действительно. У людей появляется новая возможность. Ощутить Бога на качественно новом уровне. Да, действительно, мы названы детьми. Детьми, которые стали детьми Бога по благодати. Это здорово. Да, это хорошо. Но детство, детство рознь. Понимаете? Детство, детство рознь. То есть если мы говорим о детстве как о полной зависимости, вместе с этим с отсутствием полной ответственности и лишением своего выбора, то тогда это не то детство, о котором подразумевается в Новом Завете. Да, ты ребенок. Но это скорее как бы твоя, твой статус. Ты принял уже не духа рабства, но духа усыновления, которым и взываешь Алла Отче. И ранее для тебя Бог это кто? Это Творец. Ныне для тебя Бог это Отец. Отцом Бога переживают только те, кто стал Его Сыном. А это скажет вам Дух Святой, который придет и засвидетельствует о Сыне. Через Сына ты познаешь Отца. Не может никто прийти к Отцу, кроме как через Христа. Вся Троица действует в этом процессе. И поэтому наше переживание Бога как Отца становится одним из первых свидетельств о нашем спасении. Одним из первых. Но это не окончательно, понимаете, еще раз. Христианство это преобразование. Это переход из славы в славу, это рост, это взросление. Это в меру полного возраста Христова. Мы говорили вот вчера с Максимом. В меру полного возраста Христова. Но когда у тебя вокруг вот эта постоянная игра и возня, то Павел скажет в церковь в Каринфе, я хотел с вами прийти и поговорить как со взрослыми. А вы не понимаете по-взрослому. Поэтому мне приходится опускать на ваш уровень опуститься. И разговаривать с вами как с младенцами во Христе. И он проводит параллель, что младенцы во Христе это плотские люди. А какие это люди? Это люди, живущие на эмоциях. Это люди, живущие по настроению. Вот так вот. Все не так, скажем, видите, сложно. Просто есть настроение. Я приду в церковь. Я буду к вам хорошо относиться. Потому что у меня хорошее настроение сегодня. А потом есть такое в русском языке устойчивое выражение. А я не в том духе. Или не в духе. В каком духе, да? Не в духе, просто не в настроении. И все. И отсюда у вас распри, вражды, скандалы, яхты, ссоры и много всего другого. Очень одарованные люди в Каринфе. Очень. Степень одарованности не говорит о степени духовности. Каким бы не был одарованным человек, Это не показатель его духовности. То есть его взрослости. Насколько он возрос. Показатели будут другие. Первый из них, Игорь говорил, Это уподобление Христу. Насколько я смогу проявить взрослость во Христе Иисусе. То есть поступать так, как поступал он. А как он поступал? Я смогу это для себя уяснить, если буду с ним. То я смогу от него научиться. А если я с ним не так часто, как хотелось бы ему, То учеба моя будет пунктирной линией. Прерывистой, непостоянной, с перерывами, С академическими отпусками на неопределенное время. Закончил. Опять начал. Вот это все в таком формате. Так вот, дети интересные существа. В каком смысле? У детей отсутствует представление вообще о том, что им принадлежит. Вот, ну, отсутствует. Что им принадлежит в объ... Ну, вообще, вот так. У них есть очень узкий сегмент, за который они отвечают. Это будет лопатка или совок. Мышок с игрушками менял сына. Мы приходим с ним на площадку на детскую. У него есть сумка с игрушками. Это его сумка. К ней он подпускает только тех, кому и кого... Ну, как бы, хододайство мое должно быть сначала. Что это люди хорошие. Это ребята, которым нужно дать. У него нет абсолютно настроя абсолютно подпускать кого-то к своей сумке. Он, наоборот, заберет чужое. Вот это нормальное поведение ребенка. А то, что игрушки нужно дома собирать, сейчас пока еще он делает под строгим контролем. То, что мы... Где мы живем, что это все тоже... Что он участник этого жизненного процесса. У него еще пока отсутствует этот момент. То есть его свобода в какой-то мере, она напоминает свободу раба. Он раб. Хотя он мой сын. Понимаете? Он мой раб. Почему? Потому что я не спрашиваю у него, хочет он ехать на собрание или нет. Я гружу его в коляску, пристегиваю. И... Почему? Потому что если я его не пристегну, то движение замедлится. У меня время. Поэтому я проявляю железный кулак Рейха. И все. Ему может это нравиться, не нравится. Я не выношу это на обсуждение. Если у вас есть дети, вы понимаете, о чем я говорю. Вы каждый раз не проговариваете ребенку, почему ему нужно идти в школу. В начальных классах, как минимум. Он просто туда идет. Вы просто поднимаете его. И... Он идет. Все. И он будет туда ходить. Так вот. Апостол Павел, в принципе, скажет то же самое в послании Галатов. Что ребенок до своего совершеннолетия ничем не отличается от раба. В четвертой главе. Ничем не отличается от раба. Он раб своих родителей, их собственность. Есть совершеннолетие определенное. Которому он стремится. Да, у него есть потенция или перспектива, так скажем, наследства. Перспектива. Но эта перспектива еще где-то по возрасту там. Вот он ждет. Ждет, когда придет время наследства. А может он не доживет. Отец раньше имел полное право, юридическое право убить своего ребенка. Ребенка приносили к ногам отца, и он решал, что с ним сделать. Это моя собственность. Вы не можете меня судить. Это мое. Как и мой раб, мой сын, моя дочь. Мою. Ну, собственность моя. Все то, что вы знаете об этом, это повреждено гуманизмом. Люди не жили так. У них было совсем другое отношение друг к другу, даже к своим близким. Вот так. А все то, что хорошее такое где-то просматривается, это все благодаря влиянию христианства. христианизация, что была очень плотная. Так вот, ребенок ничем не отличается от раба. И на первых этапах своего, ну вот можно так сказать, своего жизненного пути, он делает то, что ему скажут. Сказать можно по-разному. Можно с любовью, с терпением. Можно проявить максимально такого снисхождения. А можно сказать грубо. Но все равно он должен это делать. Если ребенок не станет вашей слугой примерно до 12 лет, он никогда не станет вашим другом. Еще раз. Если ребенок, физически я имею в виду, ребенок, не научится, не научится воспринимать себя, как продолжение вас, а вы являетесь его центром управления, вы его повелитель, вам дано на это право, вы должны воспитывать его, я не говорю бить, нет, вы должны воспитывать его в определенном формате, передавая ему убеждения и ценности, которыми вы обладаете. И тогда уже у вас есть перспектива, что он станет вашим другом. Если вы не воспитаете его как слугу, то он будет, кем? Он будет младшим сыном, который потребует то, что ему принадлежит по юридическому праву. Он просто уйдет из дома. Теперь перекиньте это все на церковь, на людей, на их возрождение и на отношение с Богом. Человек через покаяние и возрождение входит в Божью семью. Он становится уже человеком живым, во-первых. Возрождение связано с оживотворением. Написано, что он оживотворил вас во Христе и Иисусе, вас, некогда мертвых по грехам и преступлениям. Вы стали, прежде всего, живыми. Дети, это прежде всего, живые существа, детеныши, у животных есть. У людей дети. Ребенок это живое существо. Божье дитя это живое существо, живущее уже другой жизнью. Жизнью своего отца. Нетленной, суетной, переданной вам от своих отцов земных, скажет Петр. Не той, вот этой вот жизнью, которая есть у каждого из нас с вами, в которой родители вам могли дать ровно столько, сколько они имели. Кефир, батон, кедрик и портфель. Все. Но, может быть, какие-то еще и часы общения иногда. В рамках своего образования, ментальности. Все. Что ты мог получить от отца, матери, которые выросли в атеистическом обществе? Ну, я имею в виду, в духовности. Какая? Какие могут быть претензии? Люди воспитывали и взращивали детей так, как они могли. Скорее, это будет называться сожительством с детьми. Жить просто вместе, понимаете? Разделять с ними кровь. И нести за них ответственность перед государством, перед своей совестью. Двигаться по пути материнского инстинкта и в какой-то мере отцовского. Вот так. Но это не будет являться тем, что будет называться воспитанием, передачей ценностей. Нет. Ну, там, конечно, скажут, вот у меня там есть исключения какие-то, но опять-таки в меру своего багажа. Ребенок это прежде всего живое существо. Божье дитя это живое существо. Если он живой, то значит в нем должна проявляться жизнь не суетная уже, а какая? Вечная. Жизнь его отца, жизнь Бога, жизнь, которую мы видим в сыне. Сын явил отца. Видишь, меня видел отца. Дух не мира, но дух святой, который является духом усыновления. Теперь ты переживаешь свое сыновство в Боге. Ты не сирота. Первые вот такие вот впечатления у людей, понимаете? к большому сожалению, они будут последними у многих. Последними. Все. Больше это как бы, ну вот, это его, как, грубо говоря, начальная точка, и она станет для него финальной. У него вырастут усы, выпадут волосы, родятся дети физические, но он так и будет в этой начальной и конечной для себя точке, духовной. Все. Он не будет переходить в те возраста, допустим, о которых говорит Иоанн в первом послании. Возраста. Там рост, понимаете? Там рост. Вчера Сергей говорит, у меня четверо детей, они уже вот такие, там, да, большие, воспоминания какие, они маленькие, вот, но каждый родитель хочет, чтобы его ребенок стал взрослым. Каждый. Если вы не хотите, чтобы ваш ребенок стал взрослым, вот я очень хочу вам рассказывать, да, чтобы он заговорил. Во-вторых, чтобы он, он тоже, наверное, учился играть на скрипке, там, не знаю, в конце концов, что-то какие-то там уже аналитики. Взрослым, моя пенсия от этого будет зависеть, понимаете? Это даже прагматично. Не будет за 60, когда он переварит рубеж 20. Вот. То есть я в этом даже заинтересован. Не только там духовно как бы, да, я прагматично в этом заинтересован, каким я создам его. От этого будет зависеть мое будущее. Насколько я смогу передать ему, вот, я могу сказать, свою веру, там, все это, насколько я смогу ему передать правильное отношение к жизни и к Богу. К жизни и к Богу. Родитель является Богом своего ребенка. Он познает своего Бога, ребенок, через своего родителя. Поэтому, когда говорят, у людей не было родителей, и большие проблемы с родителем, у них всегда есть определенная проблема с восприятием Бога. Поэтому им нужно определенное служение, проговаривать, им нужно определенное переживание, экзистенция нужна Бога, чем тем, у кого с родителями более-менее было нормально. Более-менее. Потому что нормально ни у кого, но и поднять относительно по поводу родителей. Так вот, ребенок является рабом. И когда человек рождается свыше, то Бог ему говорит, и это свидетельства, свидетельства такие, и говорит ему более внятно, понимаете? Более подробно читай по губам мама, мыло, раму. Еще раз. Вот мы занимаемся с ним логопедическими упражнениями. И он продолжает по-бе-гу звуки, слога, работаем. Бог говорит более громко и доходчиво кому? Находящемуся на уровне ребенка. младенца. Младенца. У младенца есть определенные характеристики. Какие? У младенца все вертится вокруг него, он центр земли. Он с густок желания. В спаде есть он. Все. Он с густок желания. Вот это вот человеческое естество в нем. Личность в бутонии и раскрыт. Естество находится в своем неконтролируемом состоянии. Он ходит под себя. Он не может терпеть. Ну, да, он сразу кричит. Ему тут же надо подойти, дать что-то все. вот это вот человек рожденный свыше. Это классно. Но он часто ходит под себя. Часто. Ну, когда это на первых этапах, это нормально. Проблема, когда у него духовный энурез в течение последних 15 лет. Понимаете? Он под себя постоянно. И пастор с этими памперсами постоянно их меняет. Вот. Возится с ними тогда. А у него как бы просто знаю, а у него нет же даже, у него вот он удобно просто в штаны взял, навалил. Это ж надо бежать. Понимаете? В туалет. Тут не надо идти, далеко идти. Может, увалеть на втором этаже. Ну, ты сходил просто и лежишь в тепле. Это классно. Придут, обязательно придут. Они же верующие христиане. Слышите? Они обязаны тебе все обязаны. Обязаны тебя любить. Человек приходит на реабилитацию, ему обязаны. Еще тем более, если он еще два раза лопатой копнет, вообще ему все обязаны. Это вот, ну, как, у меня сын копает лопатой в песочнице, я его обязан увезти домой, кормить, вот, развлекать его. Мои обязанности. у него такое мировоззрение. У меня мировоззрение, на него ждет моя собственность. Вот. Я пытаюсь его, как бы, ну, сделать таким, каким я его вижу в своем видении, да? Вот, христианском, ну, конечно, безусловно, христианском, но моем. Потому что в дети христианских семьях, они все равно будут разные. Так вот, когда у людей такой духовный инурез, затянувшийся, говорит о том, что человек даже не может сам себя обслужить. Сам себя обслужить не может. Это большая проблема. Проблема, что он где-то завис, считай, ну, в детстве, у него представление о том, что ему все, ну, как я понял, все обязаны, ему обязано государство. Как помните в этом городке, не мясо положено, положено, ешь. Не положено. Не положено. Ешь. Ну, как это, положено? Положено, ешь. Вот и все, да? Обязаны все. Что это? Должны, родителями должны, здравствуй, мама, вышли сало, здравствуй, мама, да? Должны, информалируются. Все государства, все вокруг, ну, как это, я никому ничего не должен, а мы должны, я всем прощаю. Вот так, абсолютно. Полное абстрагирование человека. Вот такое, свободный, да, ребенок, он свободный, он скажет, это свободный, это во Христе Иисусе, он имеет свободу, только в свободе нужно еще стоять, а он падает все время. Да, да. Валится, вот, с полными штанами. В прямом смысле есть люди, которые падают с полными штанами и их потом приводят в таком состоянии опять в центр. Вот. Потом их опять приходится мыть, обстирывать, и все. Вот. Они прячут свою щебность за маской иронии, за ухмылками, так и не желая становиться взрослыми. Почему? Детям быть более, что? Более, скажем так, комфортно. Вот. Не надо, это лишнее, не надо лишней ответственности, не надо переходить на другой уровень. Зачем? Это нужно стараться, прилагать усилия. Не надо. Ты привык, ты приходишь в школу, открываешь портфель, там маленький сок, бутерброд, яблоко, и так каждый день. И когда ты потом приходишь на работу, тебе 30 лет, а в портфеле нет маленького сока, яблока и бутерброда. И ведь не положил туда никто его. И ты начинаешь что? Огорчаться. Как это? Что ты мне под ногу? Почему? Ничего не положили, что ли? А что ничего мне не сделали? А что никто? А все, сегодня ничего не включаем, не купил. Ничего, стаканчики кончились, все тут никто не смотрит, незачем, да? А что это вот тут? А что у нас нету вот этого вот? А что мне на носки никто не купил вот этого вот, ну да, у людей, представления? А никто не собирался класть, потому что ты уже на другом уровне, по идее. Хотя бы фиктивно. Фиктивно. Хотя бы де юре. Ты на другом уже уровне. А де факто ты там же, где и не начинал. Так вот, взросление человека, взросление человека будет связано с научением его служить. И Бог учит служить. Сначала, да, безусловно, ты, ты и сын, но ты и слуга. Ты и слуга. Ты не можешь не служить. и ты должен служить. Если ты не служишь, то тебя будут бить. Как раба. Вот так. Потому что не все рабы хотят служить. И тогда их бьют. Вот. Все. То есть выбивают. как бы, ну, так скажем, астроптивость, бунтарство и анархизм выбивают палкой. Палка для глухих. Это в те времена. А сейчас никто никого не бьет. Может, к сожалению, никого не сжигают. А это вот так много свободно мысли. Видите, ну что, напишет такой мне пост какой-нибудь там. А ему, не более того. Но, тот, кто идет по планам, как бы, по преобразующему пути, то это человек, которого научат служить изначально. И уровень его служения, смотрите, будет измеряться радиусом его ответственности. Радиусом его ответственности. Чем больше радиус, тем выше его уровень, тем лучше он служит. Сначала начинается все с того, что нужно за собой сходить и выть горшок. Это твой горшок, единственно твой. Ты должен это сделать. Собрать игрушки, определиться самому, вообще со своей жизнью, со своей семьей. Я уже говорю о людях в церкви. Это твоя семья. Твоя жизнь, твои увлечения. Если тебе нравится, блудить тебя никто, даже Бог, от этого не освободит. Тебе нравится это делать. Тебе нравится курить? Ты будешь курить. Потому что тебе это нравится. Там нету бесодовака курения, колбаса едения. Этого не существует. Существуют дела плоти. Тебе нравится делать это? И ты это будешь делать. Ты должен это умертвить. Это только твое. Только твое. Мы можем помочь тебе. И Бог готов тебе дать то, что будет именоваться благодатью. И Он благодать свою дает, что Он вообще к себе как бы приступает к куряке, вот, с обделанными штанами. Вы понимаете? Он вообще подходит к тебе в своей святости. И возлагает на тебя свои руки. Вот это благодать. А люди пренебрегают этой благодатью. Оставаясь с тем, что им нравится. И променивают засавленный бычок на Божье присутствие. Ну, или можно взять не курение, а что-то другое. Понимаете? Телевизор, там, есть какие-то другие увлечения есть у людей, которые, может, менее греховны или страшны. Вот. С нашей точки зрения. Но не с Бога. Это твое, твой радиус. Потом ты включаешь в свой радиус кого-то другого. Ни члена твоей семьи. Ни твоего ребенка. Потому что самка заботится даже о своих детенышах. Понимаете? Материнский инстинкт, он очень сильный. И отсюда рождается созависимость. И потом уже сын за 30. Он алкоголик. И наркоман за стажем. А его мама, она с ним по центрам и в этой проблеме. Вот так. Никто не говорит о том, что... А ведь насколько Бог любил людей, когда Он их создал, Он сам есть любовь, но Он закрыл дверь. И впервые появился меч. В руках ангелов. Бог выбрал из дома тех, кого очень любил. И дал надежду, что они могут вернуться. Но на его условия. То есть мои условия. Я их диктую. Не ты, человек. Правильно? Не ты, мое создание. Вот будешь диктовать мои вне условия. Так вот, не кого-то из своей семьи, не кого-то из своих близких, кровных, а кого-то совершенно противоположного, скажем, другого. Понимаете? Кого-то совершенно другого. Человека для себя чужого. Ты включаешь в радиус своей ответственности. Ты берешь за него ответственность. И ты уже выходишь из состояния кайна. А что, и сторож брат мой? Да, ты сторож. Сторож и себе, и другому. И вот чем больше людей появляется в радиусе твоего, твоей ответственности, тем более, ты духовно взрослый. По шкале, которую нам представит Иоанн, самая высокая планка это будет отцовство. Отец это тот, который заботится. Отец. Прежде всего. Заботиться не как о животном. Потому что заботиться можно и о животном. А заботиться с любовью, которую человек, будучи личностью тварной, и образом Божьим, любовью, которую он может через себя пропустить. Вот такой он заботой к нему подходит. Это высокий уровень, да. Мы должны к этому стремиться. Ученичество приводит к отцовству. Если я не стал для кого-то отцом, то я останусь навсегда сыном, инфантом, ребенком. Я не смог репродуцироваться. Понимаете? Отсутствие репродукции, то есть воспроизведения, в Ветхом Завете было проклятием. Если говорить аналогиями, то в Новом Завете, если я не репродуцируюсь в каком-то другом, с точки зрения духовного, да, вот, преемства, то я бесплодный, его лечит, стараются лечить, сейчас, ну, да, бесплодие, да, стараются лечить физически. А к духовному бесплодию мы подходим, как-то, ну, просто, ну, 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 мы вообще об этом не думаем. И мы зависаем. В каком возрасте? Детей. И вот продолжаем играть, продолжаем разыгрывать эти все, ну, вот, инсценировки. Я добавлю к этому перечню, который был назван раб, слуга, сын, я добавляю друг. Это самая высокая стадия взаимоотношений человека и Бога. Друг. Каждый, кто имеет детей, он очень хотел бы, чтобы его ребенок стал его другом. Это ваша мечта. Для многих она никогда уже не сбудется. Это может фатальное изречение, но оно так. А может, подойдущица. Да, это ваш ребенок, но является ли он вашим другом? Вопрос. Нет. У вас другие друзья. Ваши дети, вам не друзья. Это звучит как приговор. Да, у нас отношения какие, родственные, кровные, вот, как детей, родителей, безусловно, но друзья ли? Он так никогда и не вырос. А ты так никогда и не смог завести с Ним дружбу. Иисус скажет такие слова. Он скажет, я не называю вас кем, я называю вас друзьями. Ты друг. Это твоя перспектива. Ты друг Бога. Бог хочет с тобой дружить. Вот как у детей появляются друзья, и чем меньше возраст, тем легче отношения выстраиваются. Чем ты старше, тем сложнее дружить. У каждого из вас есть друг. Ну, или был друг. То есть понятие дружбы знакомо абсолютно всем. Абсолютно всем, понимаете? Дружба это что-то, я могу вам такие характеристики сказать, это прежде всего что-то бескорыстное. Бескорыстное. Абраам назван другом Бога. Представляете? Другом Бога. Он не назван его рабом. Он не назван его сыном. Назван его другом. Мудух. Мы многое можем сделать ввиду своих обязанностей. У меня есть обязанности, я делаю, понимаете? Но еще больше мы можем сделать по дружбе. Еще больше. По дружбе это значит сверх обязанностей. По дружбе. По дружбе это когда приходит к тебе человек, уже когда ты спишь, он стучится к тебе настойчиво. Зазванивает тебе. Ты думаешь, да сколько тебе, ну, достал уже, а? Звони твоей жене, потому что ты не берешь трубку. Тещи там, соседям. Он тебе пришел, все. Пришел уже когда поздно, и ты говоришь, я уже с детьми своими на постели. Что тебе надо? А он пришел просто попросить у тебя банально хлеба. Представляете, что думал? Помните эту историю? Помните, представляете, что думал тот человек, который пришел в гости к вашему другу? Он думает, да не надо уже, не ходи. Да чего, уже время позднее. А он говорит, он мой друг. Ты чего, я пойду, он любое время меня откроет. Да не ходи уже, ты чего, мы тут без хлеба с тобой посидимся. Он говорит, я схожу. Я говорю, все равно идиот. Тому неудобно. А это чувствуется комфортно. Он пришел, говорит, и все равно идиотно. Вот. Есть такие люди, уважаемые? Вероятно, есть. Может быть, вы к кому-то так относитесь. Сейчас, во время информационных технологий, с одной стороны, есть колоссальные возможности для людей обмениваться информацией, а с другой стороны, мы атомизируемся. Атом – это неделимая единица. Или по-другому еще, индивидуализируемся. Просто атом – это греческое, термин – делит это латын. Обозначают одно и то же. Неделимое нечто. То есть, являемся кем-то независимым. Друг от друга. То есть, мы друг от друга отстраняемся, абстрагируемся и выстраиваем дистанцию. Мы дружим только с теми, кто где. Подальше где-то. Когда они ближе, начинаем стучать. Так теперь подумайте о Боге, который к вам пришел. Он приходит в неудобное время. Он приходит в неудобное время. И он стучит. И то, что он стучит, это легко проверить. Положите руку на пульс. Это не стук. Пока у вас есть пульс, он стучится. Как только пульса не будет, он перестанет стучаться. Поэтому лучше ему открыть. Вот так. Лучше открыть ему дверь. Бог приходит в неудобное время. Сейчас принято как? Пишут сначала. Можно я тебе сегодня вечером позвоню? Но у тебя будет время со мной поговорить. Сейчас звонок является чем-то не поэтикету. Это значит, ну, как бы, особенно, если ты выстроил такую жизнь свою, что позвонить тебе, это как в Кремль, да? Ты берешь друг в комнату. И это уже прямая линия прямая у тебя. К тебе это звонился человек. Ну вот. В основном сейчас переписываются люди. Короткими, да? Обрыз фразами. Дружить в переписке очень сложно. Дружить в переписке очень сложно. Очень сложно воспринимать людей, которых так много в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках, которые называются друзьями. Я вообще не могу понять, почему друзья мои. Я до сих пор не могу этого понять. Ну вот, знаете, у меня жена говорит, да, баба, почему ты удаляешь запросы? Я говорю, я не знаю этого человека. У меня даже критерий такой, что даже хотя бы я просто его видел. Это у меня уже такой минимальный критерий. Я видел его. У меня, в принципе, память достаточно хорошая на фамилии, на людей. И я даже езжу, допустим, студентов в группе, представляете, там 50 человек в каком-нибудь городе, они потом начинают к тебе добавляться. Я помню примерно, что да, они оттуда, город какой-то, я хотя бы... Так, но если я не знаю человека, как он, ну, вот может быть моим другом, я не знаю, кто это, кто стоит за этим аватаром, кто стоит вообще за... Ну, это может быть фейк, может быть, просто-напросто. Вообще, и как бы, знаете, мы не избирательны в дружбе. Дружба подразумевает под собою также и, ну, разумность вместе с бескорыстием. Разумность. То есть, Бог избрал нас. Почему? Потому что увидел у нас предрасположенность к тому, что мы сможем стать его друзьями. Он это брал. И он постучался в тот момент, когда тебе было неудобно. Все у тебя, у тебя под боком жена, дети уже уснули. Ты включил YouTube, канал какой-нибудь, да? Хочешь просто сейчас вот, ну, выдохнуть. И тут он, тебе нужно что-то сделать. Что-то открыть. ему дверь, какую-то возможность. То есть, это всегда, мы думаем, у Бога, как у Бога порядка и мира, у Него все, как бы, будет алгоритмично. То есть, вот он раз, и вот предложение, неожиданно будет предложение от Бога, тогда, когда ты не ожидаешь. Каждый раз. И это всегда будет неудобно. Дружить, это всегда неудобно. Дружить, это всегда неудобно. Всегда. То есть, хочешь, чтобы было удобно, минимизируй количество друзей. Уведи их туда, в онлайн. Уведи их туда, создай там чат, группу, дружи там. Это будет удобно. Просто взял, выпрещал, и все. А потом появился опять друзья, привет. Вот. Какие же они друзья? Это просто твои слушатели. Вам скажут, твои, ну, читатели. Вот. Бог приходит в неожиданный момент. Дружба всегда будет неудобна и непрагматична. Непрагматично. Когда люди начинают прагматично дружить, это уже ты мне, я тебе. Это не дружба. Понимаете? Дружба бескорыстна. Это когда ты будешь делать вопреки себе. Бог делает вопреки себе? Конечно. Все спасение это вопреки. Все творение это вопреки. Вопреки. То есть, тому, что в Боге. Он это делает, как бы, переступая себя, уничижая себя. Ради кого? Вот это и есть благодать. А он самодостаточен. Но он хочет, ему желанно иметь друга. Желанно. Чтобы, знаете как, чтобы друг реагировал на него так же, хотя бы, пускай даже немного, как он реагирует. Авраам получил хотя бы хоть что-нибудь. Даже не было прописки и времени регистрации. Калачок, на котором похоронил свою жену. Все. Вся жизнь в палатках. Вся жизнь сплошное странствование. Просто хождение с Богом. Вот просто, просто гулял. Понимаете? Вот просто с другом можно просто гулять. На друга не жалко время. Кто скажет, он убил, ну, он всю свою жизнь, коту под хвостом, он убил все свои лучшие годы. Абраам. Ну что? Ну, он бы там наприялся по этому ближнему посуду. Что бы он мог там сделать? Он бы стал бы там, ну, лот-но. Вот. Да не, он вообще никуда. По сути, как бы, чисто, если как бы территориально, лот-но, то он никуда не пришел. Ну вот, он просто там, вот, ходил, 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 вот, и пока ходил, не останавливался, оставил жертвенник. Вот. И имел общение с Богом. Такое общение, в котором Авраам, в котором Авраам научился тишине. С другом легко молчать. Понимаете? С другом можно находиться рядом и ни о чем не говорить. Просто молчать. Бог говорит нечасто Аврааму. Если взять историю, это не было ежедневной болтовнёй. Как сейчас. Мне Дух Святой сказал, потом мне завтра, и вот я послал, я это доброе утро, Дух Святой, Банихин. До свидания. Аврааму Бог говорит нечасто. Но достаточно вот этих коротких посланий, которые Авраамом утверждают в отношениях с Богом, и он продолжает строить жизненное путешествие. Он молчит. Он не кричит, почему ты молчишь, ты меня оставил. Авраам он ждет. Ну, по-разному там. Ну, не дожидается, рождается Измаил. Ну, тем не менее, все равно, его жизнь, она проходит в таком, скажем, путешествии, в котором он продемонстрировал достаточно бескорыстное отношение к Богу. И верное. Друг, друг ценится за верность. Друг ценится за верность. Бог верен? Конечно, мы говорим, Бог верен. Бог отвечает. Бог, дав обетование, обязательно его исполнит. А ты, а я подумаю. Ты будешь со мной дружить? Вопрос. Ну, а ты? Я буду. А ты? Ну, да. Ну, я не знаю. На чем будет основываться эта дружба? Дружба, смотрите, дружба включает в себя обязательный компонент, это любовь. Любовь и дружба понятие неразделимое. Нельзя дружить без любви. Нельзя дружить без любви. Абсолютно. Дружба это наличие рядом с тобой или напротив тебя другого. В русском языке слово друг и другой и друг это однокоренные слова. Друг это другой. Он такой же, как я, с одной стороны, то есть человек, но другой. И, как говорится, противоположности притягивают. Может, у нас появятся общие интересы, единство будет рождено через многообразие. Может, нет. Может, мы соприкоснемся по каким-то вопросам и обретем единодушие. Может, нет. Но дружба это другой. Иисус говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. К нему разные другие приходят люди. И он хочет, чтобы каждый человек воспринимал его как друга и себя как друга. Понимаете? Разве я могу, скажем, как бы, другу своему как бы не ответить? Там, Авраам молится за Содом за ситуацию. Говорит, ну, это же мой друг. это не коллега, не знакомый, не товар, там, да, вот, как бы, там, приятель, ну, вот, родственник. Это друг. И бывает друг более, каким, чем брат. Поэтому Иисус скажет, что для меня гораздо более ценнее узы, не родственные, а узы, которые рождаются через духовное единство, которое описывается понятием дружбы. Это духовное единство. Нет, другим, напротив тебя. Теперь следующий момент. Скажи мне, кто твой друг? Пожалуйста. Вы имеете право выбрать друзей? Говорят, друзей выбирают или нет? Родителей ты не можешь выбрать. Но друг, друг подразумевает, наличие друга подразумевает, что он подразумевает начальное действие твоей воли. Это твой волевой акт. Это реализация твоего выбора. Реализация твоего выбора. Ты откликнулся на предложение и вступил в единство как свободомыслящий субъект. Вот так. Это твое решение. А родители, ты не свободомыслящий субъект. Ты не запланировал ни день рождения, ни город, абсолютно. А вот в отношении дружбы, да, поэтому Бог избирает нас. Избирает. Избирает не просто, чтобы научить служить, избирает не для того, чтобы мы были возрождены и стали его детьми. Это все тоже. Но конечная точка отношений, это рост. И конечная точка будет связана с дружбой. находиться, знаете, как бы, находиться всегда с тем, кто не твой друг, это напрягает. Но в компании друзей время незаметно. Незаметно. Ты готов проводить с друзьями время, как он говорит, время с друзьями. Вот. Ну, такое обтекаемое понятие, да, у них. Вот. Ну, это что-то такое комфортное. церковь это друзья, которые объединены через одну личность Христа. У нас есть один общий друг, через которого вы стали едины. Вот вы знакомились с кем-нибудь, да, вас познакомил человек с кем-то, и вы стали частью компании, друг, да, ну, стали дружить. Вас включили. И вот мы все включены в единое через одного. Для нас, для всех, по идее, вообще, в идеале, вот, есть Христос как друг. Он наш друг. Если мы стали как бы друзьями не дружба, понимаете, не понебратство, вот, а отношение бескорыстности, верности, отношение ответственное, отношение, которое подразумевает жертвенность и с моей стороны. Человек ради друзей готов сделать больше даже, чем для родственников, понимаете? И взрослый человек, ну, в большинстве своем, взрослый человек с друзьями проводит время больше, чем взрослый. А тем более подросток, для которого мнение сверстников гораздо важнее, чем стаж. Поэтому для нас гораздо важнее мнение людей, которые вот они здесь, чем те, которые, ну, на работе у вас или дома. Что они у вас думают? Что вы фанатики, сектанты. Вот, там, по-разному. Ну, это вторичное мнение для вас. Первичное, как воспринимают вас в этой компании. Компания, которая должна предоставить вам дружбу. Вчера мы говорили с вами, что первая церковь была средой, которая созидалась в любви, среда любви, но и дружбы. Это два взаимодополняющих или взаимокомпенсирующих состояния. Они не существуют друг без друга. Человек растет духовно и переходит уже из категории лот, в которой ему все должны. Он переходит в категорию, в которой он хочет сделать что-то для кого-то, кто нуждается больше, чем он. Есть история про дружбу. Про четверых друзей и человека парализованного. Там даже есть история про дружбу. Вот так. Там можно всяких смыслов найти. Ну, в общем, так скажем, если брать основной посыл, то это история про дружбу. Вот. Как люди принесли человека, написано, это были его друзья, то есть они позаботились о том, кто находится в состоянии ну, немощности. Они позаботились о нем. А вот у человека, который был парализованный в Иерусалиме, у Вефесты, там будет написано, что не было человека, который вы его в эту ванну бассейн кинул, купальню. Не было написано. Так он пришел сам. Не было друзей. А то были друзья. И эти друзья, они принесли и приложили усилия. Разобрали крышу, опустили его туда, взяли на себя ответственность, что, ну, ответственность какую? Что, возможно, они попадут под перекрестный обстрел от фарисеев и старейших и вообще как бы поведут себя нетрадиционно. То есть подходят к человеку, который персонал онград. Понимаете? Это как бы, ну, они связываются с тем, кто находится как бы, ну, так, не в мейнстриме. Ведь я могу это пить. Зачем ты, как бы, ну, это делаешь, так подставляешься, подставляетесь вы сами. То есть они этого не побоялись, они это сделали. Потому что дружба контрпродуктивна. То есть они пожертвовали, может быть, чем-то своим ради того, чтобы этому человеку стало так же хорошо хотя бы, как и нам. Хотя бы, как и нам. Итак, человек переходит из одного состояния в другое. То есть преобразующая сила Евангелия, она направлена на то, что он Бога переживает, знаете, как в каждом возрасте по-разному. По-разному. И от этого не значит, что он стал умнее и перестал как бы так крепко верить в Бога. Многие люди думают, если Бог дал веру, Он забрал разум. Поэтому тебе не нужно думать головой, просто верить. Просто верить. Вот. Такая вера попугает. Тебе сказали в 3.16 Иоанна, повторяю, там, соглашай, стой, тверди, вот, вот, это все. В голове у тебя свищ. Там просто, ничего. Вот. Любить Бога разумом сложнее, чем любить Его всем сердцем. Это несложно проверить на домашней группе, которая у вас будет. Посмотрите, сколько времени люди говорят на абстрактные духовные темы. В основном они обсуждают происходящее в предыдущее время. Вот так. А в абстракциях сложно говорить. Надо напрягать себя разумом. Вот. Категории включаются такие, которые у вас обсуждают. Ну, у обыкновенных людей они не как бы, это надо прорабатывать. Вот. Любить Бога разумом. А кто не заботился иметь Бога в разуме, кто занимается всяким непотребством. Вот. Не в сердце. В разуме не заботился иметь Бога. то есть духовный рост он будет связан с изменением всякого уровня. Ну, как сферы. Всякой сферы в человеке. Всякой сферы. То есть это будет и сфера эмоциональная, это будет и сфера интеллектуальная, сфера отношений, отношений к жизни, отношений к людям. Все должно поменять, преобразоваться все должно. Вот. Если у вас есть дети, то смотрите, какой эксперимент. Вы живете, допустим, в квартире или в доме. Это собственность ваша. Но автоматически ваши дети становятся сонаследниками этой собственности. Они еще этого, не знают какие-то тайны. Вот. Со временем она будет им раскрываться. И сам отец из кричи про блудного сына он скажет старшему, да, что слушай, ну ты только сейчас что ли понял? Что вот это вот все оно в равной степени твое. Вот так. Серьезно? Да, действительно, это твое. Вау. И тут же какая первая мысль? Вау, это же значит мы можем что вечеринку устроить. Первая мысль у людей. А вообще на самом деле первая мысль должна была какая появиться? Первая мысль будет связана с приумножением и ответственностью. Ребенка для того, чтобы он вынес мусор надо прокачивать какое-то время. Ты как минимум говоришь вынеси мусор. Потом еще вынеси мусор. Потом побольше что? Я сказал вынеси мусор. Ну ты можешь кинуть его чем-нибудь там. Он по-разному там, да, у него если он про него знает на каком уровне уже серьезно с ним будут как-то говорить. Можно заплатить ему 100 рублей за выбивание ковра. Это тоже будет работать. В принципе. У него нет представления того, что вот это все оно в равной степени и его. То мусор состоит из отходов, которые это его жизнедеятельность. То есть он должен взять и выйти просто с ними. он в своей комнате не только должен убрать ограниченный сегмент своего стола. Вот так. Как его в школе сказали, чтобы ручка справа, тетрадка слева, все, вот это игрушки здесь. А вокруг там, не знаю, как-то мама будет убираться, пыль протирать, там, цветы поливать. мамина. Но мамина. Маме надо, пускай она и моет. Все, я могу спать в этом белье грязном. Но они мыться, все это, вот. И уже когда он будет это делать, без, обратите внимание, без давления, вот тогда можно говорить о каком-то вообще развитии. многие люди так и не будут никогда ничего делать. Они так и будут жить в куче мусора. Здесь эта куча будет. Здесь вот, даже вокруг людей будет куча мусора. Потому что они думают, что все, кто-то должен прийти, клинеры, клинеры какие-то приехать и нужно все убрать. Здесь обязательно какой-то должен совершиться мистический ручей, через который он пройдет и очищение придет. он никогда не будет ни курить, ни материться. Оно подразумевает под собой усилия с твоей стороны. То есть подразумевает вовлечение тебя в этот процесс. Вовлечение. Ты должен вовречь себя. Это демонстрация того, что ты перешел на другую стадию, что ты как бы уже с Богом имеешь отношение как с другом. То есть он не повелевает тебе, ты и так знаешь, что тебе нужно делать. Вынести мусор. Ты знаешь, что тебе нужно следить за гигиеной своих мыслей, своего сердца, любить ближнего, совершать свой забег. Это все написано, 20 раз в Библии прочитал. Написано там все. И вот так ее прочитал, и так. Это все там уже сказано. На греческом, не на грею, на любом. Все написано, все знаешь, но не делаешь. Вот так. Как и про мусор. Все знают дома, надо его выбрасывать. Но никто его вот так без повеления не выбрасывает. И уже когда ты смотришь, когда ребенок ближе к подростковому возрасту начинает, раз он смотришь там, вот, что-то он сделал, да, врался. Если он не ожидает ничего в ответ, типа, а что мне за это будет? Вот у Бога есть такой ответ, ничего. Бог говорит, тебе за все то, что ты делаешь, тебе ничего не будет. Как это? И мы даже потому что ты достоин ада. Единственное, что тебе положено, правильное? Это единственное. Это ад. Тебе может ничего не быть. Это уже много, представляете? Это как Бог скажет этому как он, Варуху секретарю Еремени. А Варуху скажи, передай, что награду за все то, что он сделал, он получит жизнь. Он будет жить. Все. Что тебе еще нужно? Ты будешь жить. И жить не один. А будешь живым. А что ты хотел еще? Ну что? Что? Какой перечень у тебя? ты сильный двигатель. А да, что ты хочешь? Что в твоем понимании будет являться Божьей благодатью, Его расположением, Его благословением? Что? Сколько? Все же относительно, понимаете? Кому-то достаточно будет просто билет в кино, а кому-то, ну, ведь запросы человеческие, они же не ограничены. И вот Бог говорит, это ничего. Вот просто сможешь быть с Ним, когда тебе ничего не будет. Никогда у тебя не будет ни квартиры, ни машины, а возможно даже ни жены и ни детей. Ничего у тебя не будет. Вот такую дружбу ты примешь? Если нет, то тогда это не дружба. А что? Это взаимовыдутное сотрудничество, называемое служением. То есть я тебе Бог всю жизнь навдаль посвятил, а я тут посмотри, ни прописки, ничего, еще сколько. Вот. И я ожидаю. Вот. Но если я довольствуюсь просто как Авраам, которое написано, что в 12 главе послания к евреям написано, что сии умерли в вере, не получив ответа, вообще обетование они не увидели, они там не истерили, вот. То есть вот ничего не было. А что, Бога недостаточно? Вот так. Просто, да, будет, жизнь будет, жизнь будет с элементами трудностей. Бог никогда не говорит, что у тебя будет жизнь как сверху в масле. Нет. Это обман проповедников. Христианство это честное, скажем, предложение пройтись по пути, который связан с все желаемые жить многочестиво во Христе будут гонят. Да. Но только все эти проблемы ты будешь уже проходить не один, а он с тобой пройдет по пути страдания. Вот так. Он пойдет вместе с тобой. Он придет добровольно, это по благодати, добровольно с тобой страдать. Вот. Чтобы в этом страдании дать тебе силу, не утратить веру, не рассеять любовь. Он будет с тобой как друг. Вот раньше, чтобы человек, имеющий раба, допустим, это раб. Я римский гражданин, у меня есть раб моя собственность, мои вещи. Я имею право взять его к себе в камеру. Это моя вещь. Раб. Люди, чтобы служить где-то в таких условиях, продавали себя в рабство. Понимаете? Добровольно. Чтобы быть с кем-то. Допустим, с паром, быть рядом. Можно было сидеть в камере с рабом. Это твой раб. Твои вещи. Это в одиночке. Человек с тобой будет, он тебе плот. Ты римский гражданин. У тебя есть право. Это не решает вещи. У тебя есть вещи. Вот это раб. гражданин. Все. Все. Доброе. То есть люди идут на этот процесс уничижения. А сегодня в детском христианстве эффект впечатлений поддерживается. То есть Бог должен впечатлять подарками, благословениями. Тогда вот он вот решал дарим. Понимаете? А если он сам просто какой есть, он сам в отношении дружбы. Да не нужна не такая дружба. Все эти люди дружбой не ценят. ее не не ценят. Потому что у меня у нас только друзей. Видели? Я отменяю только так. Гоняю туда-сюда. С одного на другое добавилось о том, я этому написал, тому обесценивание отношений для Бога, который сам есть личность, гораздо важнее межличностные отношения, чем прагматизм. Даже такой результативный, на результат мы будем работать. То есть я благосделал для Бога как минимум в 30, 60 и 100 крат. Он должен меня благословить. Игорь сказал такие слова. На небе Христа обступят люди, которые влюбились в Него здесь. К Нему не приблизиться будут, но степень приближения будет связана с уровнем любви. Влюбленные люди в Бога будут находиться в состоянии удовлетворения. И влюбленному человеку дружить, даже ничего от этого не имея, будет достаточно, понимаете. Люди же тоже не дураки, когда пословиусы выдумывают. Не имей 100 рублей, а имей 100 друзей, с которых можно говорить про дружбу. Скажут евреи, да? Вот. То есть люди гораздо важнее, чем деньги. Дружбу, и это все понимают, все знают, дружбу, как и любовь, за деньги не купить. Это все понимают. Это знаете, это не нужно быть богословом, заканчивать МТИ, долго читать Библию. Ты так понимаешь. что я, если у нас замешаны деньги, то это уже но. Это отношения, которые будут дружелюбными, но всегда будет вот эта оговорка. Всегда будет как только уйдет этот элемент нас, скрепляющий как цемент, его нет, все развалится, мы перестанем быть друг другу нужны. И в основном люди проживают жизнь с кем-то знаете, бок о бок, пускай даже где-то они там далеко по географии, но с кем у тебя не было никогда ни финансовых каких-то общих дел даже может, это просто отношения, просто отношения с человеком. Все. И ты от этого ничего, ты проблемы только имел. Знаете, есть друзья вот такие вот тебе там они только проблемы тебе приносят, но ты знаешь, что если в случае он и в твою проблему может вмешаться, может ты чаще в его проблему вмешиваешься, тут нету такого, что ты знаешь, я тебе прошлый раз поможешь, теперь ты мне тоже поможешь. Может тебе всегда придется ему помогать, поэтому с тобой и дружим. Вот, почему? Потому что он слабый человек, он где-то внутри, где-то сознается, и ты являешься тем, кто будет для него крепким плечом, понимаете? Ты пронесешь его всю жизнь на себе. Возможно и так. Насколько мы сильны в Боге, в своей любви, в своей дружбе, вот насколько. Настолько, насколько мы в этом возросли. Если мы в этом не возросли, то мы как дети, которых нужно перемещать из угла в угол и давать четкие инструкции, что нужно прийти на конференцию, потом на домашнюю группу, на собрание, еще нужно служить, читать Библию по плану победы и любить друг друга. Желательно больше инструкций, желательно больше контроля, желательно больше решений, которые вы примете за меня. А я буду продолжением вашего видения. Много есть вопросов в жизни, в которых Бог не скажет тебе. Не скажет. Не да, не нет. Таких вопросов еще больше. понимаете? Вот ты просто будешь молиться, а он тебе скажет. Это будет молчание Бога. Он скажет, ты можешь пойти направо, и я пойду с тобой. В равной степени ты можешь пойти налево, и я пойду с тобой. Ты можешь остаться один. Я буду с тобой, а можешь жениться. Это хорошая девушка. она верующая, христианка. У вас есть соответствие по возрасту более-менее, по духовному возрасту. Это твой будет выбор, на ком ты собираешься жениться. Или город, в который ты хочешь переехать. Или что-то при... Ну, мы хотим, чтобы услышать слово, чтобы, да, пришло. Вот. Я знаю, вот как, даже, что ты думаешь, купить или не купить, да и какая разница. Даже люди думают, ну, не купишь ты эту машину. Что думаете, Бог не будет с тобой? Он будет. А теперь купишь ее. Ну, понятно, что если ты возьмешь ее там в беспредельный кредит, то это как бы... Я с тобой, ну, ты давай, посмотри, как ты сможешь. Вытянуть ее. Это не значит, что там, где человек придет после конференции и тебе с этим корзинкой поможет. Вручат тебе. Нет. Будешь сам, а я просто буду с тобой рядом. Не отойду, не оставлю, не покину. Вот. Это не значит, что он сразу отойдет. Нет. Просто будет, да. Вот. Но когда максимально мы пересекаемся, вот почему мы говорим пересекаться с Богом во Христе, мы пересекаемся и идем путем Христа, вот тогда больше, как бы, понимаете, не то, что мы получим от этого, а мы переживем больше. Переживем Бога ближе. И тогда ты скажешь, мне ничего не надо. как Федор Михайлович Достоевский сказал, если говорит гипотетически, допустим, просто гипотетически, мне сказали, что Иисус это не истина, то я предпочту остаться с Иисусом. Вот так. А другой человек скажет, если в раю не будет Христа, я лучше буду водой. с ним, но в раю без него я не останусь. Вот так. Это те, кто по-настоящему с ним встретились, для которых его присутствие является достаточным. все, достаточно для тебя благодати моей. Что ты еще хочешь? И потом он скажет, а, я понял, Павел, что сила моя совершается в нем еще. И я буду благодушевствовать, когда будет мне плохо. То есть, оказывается, что чем мне хуже, тем ум ближе. Вот такой парадокс. Продолжение следует...